Радио Болтком И знает вас и ваши работы академические, что вы давно исследуете такую тему вообще сплочения общества и в разрезе самочувствия национальных меньшинств в Латвии. Вот я знаю, что недавно завершилось или может быть еще продолжается, сейчас вы нам расскажете исследование о сплочении общества. И сейчас, наверное, эта тема стала наиболее актуальной в свете вот этой злополучной нашей пандемии и о необходимости консолидации и сплочения общества, говорят сейчас все. И премьер-министр, и министр здоровья сказал, вот была передача Яниса Домбурса, такая дискуссия коснутой к Латвии. И такая как раз возникла полемика о сплочении общества в контексте, естественно, вакцинации. И психиатр жаловался на то, что мы еще больше раскалываем общество, на что министр здоровья сказал, слушайте, неужели для вас эта новость, это последние десятилетия уже происходит. И сейчас мы просто констатируем факт, что у нас общество очень расколото и по национальному признаку, по языковому, по экономическому, социальному и так далее, так далее. Как вы на все это смотрите, может быть, опираясь на данные исследований? Да, уважаемые слушатели, ну, естественно, эта проблема не новая, я имею в виду, ну, если мягко сказать, размежевание в обществе по лингвистическому, нездовому признаку или по этническому признаку, естественно, это проблема не новая. Размежевание, различия, ну, вот массу эпитетов мы здесь можем применять, да? Ну, на мой взгляд, конечно, если вот действительно серьезно подходить к этой теме, а не только исходя из нынешней, ну, так скажем, пандемийной ситуации, то, естественно, нужно взглянуть, естественно, более широко. А более широко это означает смотреть на основные, по крайней мере, документы, которые лежат, в общем-то, в основе функционирования нашего общества или более точнее нашей политической системы. Ну, я, конечно, прежде всего ориентирую слушателей внимательно снова посмотреть на нашу Конституцию, соответственно, на основные законы в сфере образования, языка, а также, естественно, на программу политических партий, которые формируют, прежде всего, правящую коалицию, последнюю буквально, так скажем, редакцию этих программ, потому что они меняются, естественно, немножечко, я хотел бы сказать, корректируются. Ну, и, понятно, на программу тех оппозиционных сил, которые представлены всеми и которые, так или иначе, ориентированы на русское население или, в целом, на русскоязычное пространство, русскоязычное, так сказать, население. И вот если вот мы посмотрим на эти документы, прежде всего, снова я обращаюсь как раз вот к зрителям и слушателям, чтобы внимательно посмотрели на нашу Конституцию, мы видим, мы видим, что написано в Преабуле Конституции. Мы видим там фактически существование двух основных понятий, которые, надо сказать, структурируют жителей Латвии, граждан Латвии в том числе. В Преабуле Конституции говорится о наличии в Латвии латышской нации и о национальных меньшинств, которые фактически не относятся к нации, а относятся к народу Латвии. То есть мы видим фактически такое вот структурирование вот этого этнического пространства, а, соответственно, и этнополитического, и этнокультурного, и этносоциального пространства. То есть мы видим фактически, в общем-то, ситуацию, когда законодатель отображает реальность нашего общества как такую вот пирамидальную структуру. То есть вот это, ну, так скажем, основной документ. И, естественно, вот эти позиции основного документа, они отражаются и в программах политических партий. Действительно, 114-я статья Конституции, ее никто не отменял, гарантирует этническим меньшинствам сохранение этичности, развитие этнических меньшинств и правная идентичность, этническая идентичность заложена в нашей Конституции. И это действительно является фактом. Это отражение, естественно, международных практик, особенно послевоенных международных практик. И, тем более, вступление Латвии в Европейский Союз, да, то есть вот ратификация рамочной комменции по защите этнических меньшинств, конечно, привела вот к появлению в Конституции вот таких норм по защите этнических меньшинств. Соответственно, у нас есть закон такой и так далее. Но если у людей этническая идентичность имеется, имеются этнические интересы, то фактически мы видим, с другой стороны, что вот это этническое пространство, оно все-таки структурировано. И фактически Конституция и основные акты настаивают на том, что в общем-то в обществе все-таки существует вот эта неравноценность идентичности различных этнических групп. То есть вот этот факт, он действительно является очень важным. Тем более, если вы сейчас обратитесь, например, к программам политических партий, которые представлены всеми, а более того представлены в правительстве, которые формируют вообще правящую полицию, вы обнаружите, что вот в некоторых программах понятие «этническое идентичности», например, вообще даже не употребляется. Такое ощущение, что в Латвии вот эти группы населения или людей, которые реализуют и исповедуют свою этническую идентичность отличную от латышской идентичности, как будто не существуют. То есть это можно заметить по программам нового единства или партия, кому принадлежит государство. Определенное, или, например, допустим, если мы берем программу национального объединения, мы видим, что очень важный критерий несения людей с этническими мужчинствами, как прежде всего критерий принадлежности к языковой обществе, общности русского языка, вот русский язык применяется, употребляется в программе национального объединения даже в негативной коннотации. Вот это вот такая ситуация. И мы видим определенные, конечно, нюансы в программе самой большой партии, которая, так скажем, ориентирована на интересы этнических меньшинств партии «Согласие». Да, вот последний вариант программы этой партии, которая перед последними выборами всей, так скажем, была представлена для избирателей, для общества, мы видим, что эта партия настаивает на том, чтобы идентичность технических меньшинств, она, в общем-то, признавалась в государстве. Но надо отметить, я об этом как-то раньше говорил, что, например, при выборах предыдущих, парламентских выборах, вот в краткой программе этой партии, так называемой «4 тысячи знаков», какое-то время также понятия этнические меньшинства отсутствовали. И фактически мы можем говорить о том, что была все-таки определенная игра с таким понятием, как этнические меньшинства и так далее. То есть, если возвращаясь снова к тем основным позициям, которые я начал, мы видим на законодательном уровне вот существование вот таких вот представлений о том, что этническое пространство в Латвии иерархизировано и группы с различной этнической идентичностью обладают фактически различными, так скажем, возможностями для реализации, развития своей этнической идентичности. То есть вот это вот такая законодательная база есть. Но вот, например, любой социолог задастся в вопросах. Ну хорошо, вот существуют определенные вот такие вот, так скажем, особенности институционального пространства, которые отражены в частности в законодательстве. А это как-то влияет вот эти различия на межличностные отношения, на отношения между людьми вот в публичной сфере или в частной сфере. Вот что там на самом-то деле происходит? Или все-таки наши люди, в общем-то, довольно скептичны вот к тем основным принципам, которые все-таки заложены в основных законодательных актах и программах политических партий, на уровне межчеловеческого, межличностного общения, в текущей такой вот практике взаимодействия людей, ну прежде всего на работе, на фирмах, в учреждениях или, например, в, ну так скажем, в институтах, университетах, школах, для людей не существует вот этих вот барьеров, этнических барьеров и так далее. Ну вот социологи всегда, естественно, должны задаваться этим вопросом, насколько вот эти институциональные особенности, они проявляются, реализуются и в какой степени реализуются в практике межличностного общения, которое реализуется между представителями различных технических групп. И вот как ведущий нашей программы, уважаемый Айби Кайлкет сказал, что да, я в этом году реализовал один проект, и в этом проекте я принял участие более тысячи респондентов, так что это, в принципе, достаточно... Да, репрезентативное. Да, репрезентативное исследование, да. И вот в этом исследовании вообще такое направлено было на все естественные регионы Латвии, на все этнические группы, очень важный фактор, в частности, это и образовательный уровень корреспондентов учитывался, и, так скажем, значит, региональный, и также, значит, связь респондентов, ну, как бы сфера профессиональной активности и так далее. То есть действительно репрезентативное исследование было, да. И вот, в принципе, примерно где-то месяц назад я получил данные этого исследования. Конечно, полностью материалы исследования не обработаны, но основные, что называется, ну, так скажем, определённые такие выводы можно уже сделать. Это исследование касалось именно сферы экономической жизни Латвии. Меня вот давно интересовал вопрос, а как вот вообще латвийская сфера предпринимательства, сфера экономики влияет на межэтнические отношения? Является ли экономика сферой, где затушевываются, ну, так скажем, межэтнические какие-то особенности или вот какие-то вот конфликты затушевываются? И на первый план выходит, например, в частности, идея о совместной деятельности, о создании какого-то совместного продукта, каких-то совместных услуг. То есть экономика в какой-то степени, она выравнивает, так скажем, возможные, ну, что ли, напряжения, межэтнические напряжения в обществе. Такое представление, кстати сказать, оно, в общем-то, достаточно популярно, в том, что экономика, она действительно может вот эти межэтнические какие-то проблемы гасить и так далее. И вот это представление представлено, это представление, прошу прощения, актуализировано, например, в социологии XIX века по такому, так скажем, уравнительному характеру экономики, если речь идёт о создании, например, современного национального государства, современного национального общества, такой бюджетизированной рациональной системы. То есть это мнение было с XIX века довольно популярно, оно и в XX веке в социологию приходило. Или же всё-таки экономика – это та сфера и сфера экономического поведения, где вот вместе с, ну, так скажем, достаточно жёстким экономическим противостоянием между людьми в экономической жизни вместе с экономической конкуренцией одновременно усиливаются и социально-культурные противоречия. То есть является ли экономика, экономическая жизнь, и причём экономическая жизнь не совсем простая, как мы знаем, да, таким катализатором в том числе, и вот такого нежэтнического недоверия, и вот такого внутриориентации вот на ценности своей этнической группы, или как социологи или социально-психологи говорят, этнического такого фаворитизма. Да, то есть фактически мы стоим на развилке. Что же из себя представляет наша латвийская экономика в качестве фактора, ну, так скажем, конструирования этнической реальности в Латвии? Итак, значит, она служит, вот экономика, действительно созданию такого, ну, вот если мы обращаемся к теме нашей передачи, такого консолидированного общества, общества, где имеются общие, ну, в частности, ценности и цели для экономического развития, либо всё-таки для нашей экономики важны также те же иерархии, которые были важны, например, в частности, в достаточно жёсткой экономической борьбе, когда только, ну, капитализм или современное общество только вырабатывали вот основные модели, в частности, экономической жизни, да? Что же на самом деле вот из себя представляет вот экономическая жизнь вот именно в связи с нашими межэкономическими различиями? Ну, надо сказать, что в Латвии, конечно, существовал интерес к предпринимательству, в сфере предпринимательства, в сфере экономической жизни, вот если в шире мы будем говорить, вот именно в связи с идеей посмотреть, что же из себя латвийское общество представляет. Ну, раньше говорили, вот эта вот идея была актуальна, не столько консолидации, сколько интеграции в общество, да? И вот исследование вот где-то примерно на конца 90-х годов, ну, в середине первой декады, именно первого десятилетия 20-го века, мы увидели, вот были исследования вот профессора Бригиды Зепа, где как раз вот этот публический фактор и рассматривался, и этнический фактор рассматривался вместе с экономическим фактором. Там, в частности, вот в этом исследовании, которому уже более 15 лет, примерно 16-17 лет, уже тогда, в принципе, отмечалось, нам подчеркнуть, это исследование было в 2004 году, фактически, ну, проводилось до вступления Латвии в Европейский Союз и так далее, да? Там уже, в принципе, отмечалось, что, в общем-то, даже в, так скажем, экономической жизни мы видим проявление определенной вот такой вот этнической дистанции, да, вот по тем цифрам, примерно три четверти как латышей, так и, в частности, русского и изничного населения, в общем-то, строят барьеры вот такой межэтнической коммуникации, да? В том числе в связи с экономической проблематикой, да, но в то же самое время фиксировалось те исследования, что, например, вот этот уровень открытости, он лично оказывается среди вот дышей, чем вот этот уровень открытости по отношению к другим национальностям, чем это можно увидеть среди русскоязычного населения, да? Но примерно вот такие вот выводы, в общем-то, делались, но, в общем-то, мне хотелось, конечно, возобновить, ну, так скажем, анализ экономической жизни в связи с проблематикой вот выстраивания межэтнических отношений, да? Итак, и вот в этом исследовании, в частности, которое вот удалось провести в этом году, летом, в общем-то, ну, я получил достаточно такие любопытные факты, цифры, которые говорят, в общем-то, достаточно о высокой степени межэтнического дистанцирования, а тем самым и вот достаточно слабой вот такой межэтнической консолидации, если мы говорим о, в частности, о латышах и русских в сфере предпринимательства. Вот, в частности, задавался вопрос, какие ценности присущи представителям различных этнических групп, если эти этнические группы, ну, создают какие-то команды на предприятиях, да? Итак, и вот здесь достаточно любопытные вещи. Ну, может быть, я сразу вывод хочу сказать. Давайте. Да, чтобы о цифрах, может быть, если будет интересно, поговорим более конкретно. То есть проявляется вот этот этнический фаворитизм, то есть ориентация на то, что наша этническая группа, ну, обладает самыми высокими моральными, социально-психологическими ценностями по сравнению с другой этнической группой. То есть латыши так себя оценивают и русские так себя оценивают. Причем вот этот фактически уровень вот этого внутригруппового фаворитизма этнического, ну, на мой взгляд, он сейчас самый высокий по сравнению, например, с 90-ми годами, когда я помню эти исследования, вот эти данные. В частности, например, допустим, вот русское население, русские респонденты признавали вот наличие высоких этических ценностей в латышской среде, которые достаточно часто в 90-е годы назывались, ну, как более такие, ну, так скажем, важные именно в связи именно с латышами. То есть в русском населении в то время преобладал такой, видно было, такой вот, знаете, комплекс такой вот, я мог бы сказать, такой этнической, ну, нельзя сказать, неполноценности, ну, такой вот неравнозначности, да. То есть, в принципе, вот пальма первенства все-таки по исследованиям 90-х годов мы видим, в общем-то, она латышам отдавалась, да, если говорить о русской среде. Но вот если вот сейчас посмотреть, то, в принципе, русское население, в общем-то, себя оценивает вот по таким качествам, как, допустим, надежность, например, в частности, как, знаете, представителей вот команд или фирм, как надежность, как уровень проявления лояльности, как предпринимательская вот такая жилка, как открытость, как честность, как эффективность, как творческость, инноватизм, как последовательность и так далее, выше примерно в два раза. Русские считают, что примерно в два раза для них вот эти ценности более характерны, чем, например, для латышей. Но если мы посмотрим частности и на мнение латышских корреспондентов, здесь картина, например, такая же, что латыши себя, например, в два раза лучше оценивают, то, что у них, чем русские, именно в, так скажем, проявлении надежности, точековаяльности, честности и так далее, последовательности и так далее. То есть мы видим фактически вот такой вот этнический, внутриэтнический фаворитизм, который в равной степени уже сейчас присутствует или характерен для латышского населения, русского населения. Причем речь идет не о, ну, так скажем, подходе или оценке политической ситуации, или оценке, например, роли политических партий, или, ну, способа, или каналов, ну, так скажем, продвижения населения как русского, так и латышского, например, в органы государственной власти. Нет. Речь идет об оценке именно экономической жизни, именно той жизни, в которой люди присутствуют постоянно, в отличие, в частности, те политические жизни, где, в общем-то, ну, основные, так скажем, модели политического участия для большого количества граждан, они связаны в основном с выборами в парламенте, муниципальными выборами, ну, в какой-то степени связаны с деятельностью в неправительственных организациях, конечно, вот эта деятельность, конечно, она носит очень локальный характер, ну, и так далее, да. То есть мы видим, что экономическая жизнь в значительной степени, конечно, в Латвии, она действительно является очень таким серьезным фактором вот такого этнического, даже не разнообразия, а вот такого этнического размежевания, то, что проявляется уже вот в таком экономическом или этноэкономическом поведении. Да, вот я бы хотел все-таки такой вопрос задать в контексте этого исследования. Насколько учитывалось, или на, я бы так поставил вопрос, насколько, на ваш взгляд, нужно учитывать, ну, смену поколений, потому что мы понимаем, что при всем этническом размежевании это все так, вот то поколение, которое, может быть, и ваши студенты, и те, которые сейчас заканчивают школу, ладно, мы не будем говорить об учащихся младших классов, но старшеклассники, студенты, то есть, условно говоря, люди 20+, да, но все-таки они, ну, отличаются, да, и от нашего поколения, и от вашего, от наших родителей и так далее. Все-таки это люди, не знаю, там, с каким-то западным мышлением, европейским больше, у которых нет языковых барьеров, они говорят на свободно русский, латышский, английский, вот это учитывается, или все равно это этническое размежевание есть и в этом секторе? Понимаете, вот как я сказал в самом начале, да, то есть, я получил сначала общие цифры, конечно, следующий этап, это посмотреть, как, в частности, вот эти вот цифры, ну, что называется, играют или проявляются в разных поколениях, потому что у нас, примерно, респонденты, где-то с 17-18 лет, да, то есть, я, честно говоря, я пока не видел, мне хочется, естественно, развернуть вот эту полностью картину по вот этому исследованию, но, дело в том, что, конечно, я вот в последнее время реализовал не только вот этот проект, а примерно вот так, два года назад получается, я провел другое исследование, которое касалось именно, ну, так скажем, русскоязычной молодежи, которая обучалась на, и обучалась на, вот, известных, так сказать, изменениями законе об образовании, на потопах, где, потопах вузов, потопах университетов и высших школ, где, частных, естественно, да, где образование, где образование проходило на русском языке. Это 19-й год, это у меня примерно было порядка 60-70 респондентов, и фактически в 19-м году я повторил вот это исследование, которое я проводил еще в 2000-м году, да, тоже на русскоязычных потоках частных курсов, нескольких частных курсов в Риге, и тоже примерно такое же количество респондентов, примерно 70 у меня было, да, и я и в 2000-м году, и в 19-м году ставил один и тот же вопрос для вот этих студентов, как эти люди, как респонденты, воспринимают будущее этнических меньшинств в Латвии, причем я не просил напрямую идентифицировать себя или самоидентифицироваться как представителя этнических меньшинств и так далее, да, то есть фактически вот мои респонденты, они писали такие эссе в виде сочинений, да, вот и после обработки, в общем-то, я сравнил эти результаты, фактически, смотрите, исследование 2000-го года было среди студентов, которые родились, ну, где-то в 80-м, в самом начале 80-х годов, еще до, значит, независимости, еще в условиях СССР, и там по данным тоже так проходило, что, значит, ну, менее-менее где-то трети, ну, на нормальном уровне владели латвийским языком и так далее, да, вот, а сейчас, понятно, все мои респонденты от 2019-го года, это фактически можно считать, в общем-то, где-то приближенно новое поколение по сравнению с 2000-м годом, они все родились в условиях Латвийской Республики, у них более-менее приличное знание латвийского языка, и, как правило, там по данным большинство, большинство респондентов это граждане Латвии, в отличие от предыдущего исследования. И тот же самый вопрос, как я уже сказал, это будущее национальных меньшинств, национальных, и языков национальных меньшинств. И вы знаете, вот тенденции, честно говоря, они снова вот по этим данным, то, что я проанализировал, они воспроизводятся, в общем-то, да, воспроизводятся в каком плане? Вот даже вот эта русскоязычная молодежь и 2000-го года, и 19-го года все-таки воспринимает себя как гульту, которая относится к, ну, так скажем, этнической категории или этническому меньшинству, которая в свою очередь занимает такое субординированное положение в этническом пространстве Латвии. То есть здесь студенты, здесь респонденты могли фактически, конечно, вот дать такой вот, как принято в либеральной традиции, например, ответ. Ну, вот моя этническая идентичность, это мой личный выбор, да, это хорошо, что я, например, Бускин, поляк и так далее, и у меня существуют все возможности для реализации своей карьеры, да, я в частной жизни буду реализовывать какие-то свои индивидуальные запросы, которые действительно касаются моей этнической идентичности и так далее. Ну, вот это мое частное дело, что называется, начнет практически вот эта принятая такая либеральная версия, так скажем, на чем она настаивает. Но как респонденты 2000-го года, так и респонденты, молодые респонденты 19-го года, все-таки они вот свою этничность, вот русскую этничность или этничность так скажем, другого какого-то этничества все-таки связывают не со своими вот такими напрямую со своим желанием реализовать эту директор в частной сфере, а прежде всего связывают с представлением о том, что этнические меньшинства все-таки занимают вот эти субординированные позиции в общественном пространстве в Латвии. Общественно, общественно-политическом, этнополитическом пространстве, где возможности для этнических меньшинств значительно меньше, чем вот этих социальных возможностей, которые характерны и которые представляются этим респондентом для латышей. То есть я вижу на достаточно серьезных сегментах латвийского общества, прежде всего среди этнических меньшинств и даже среди русскоязычной молодежи, вот эти стратегии акцентирования прежде всего своей принадлежности в субординированной такой сопочиненной группе, в общем-то, они прослеживаются и более того, они воспроизводятся. Вот если вот так вот посмотреть. Но я еще раз говорю, конечно, вот возвращаясь к вашему вопросу, вот к последнему моему исследованию, это действительно значит, данные нужно еще получить, посмотреть, корреляции и так далее. Да, то есть вот так вот я понимаю, что это не было предметом исследования, но тем не менее задам вопрос, наверное, из серии «Что было бы, если было бы?» Я понимаю, что на такие вопросы всегда сложно отвечать. Вот предположим, если бы вдруг Латвия была бы идеальна общества, я не знаю, возможно ли такое вообще в принципе в какой-либо стране, вы как, наверное, можете ответить здесь как философ, но вот допустим, было бы идеальное сплоченное общество, не было бы межэтнической разобщенности, действительно было бы сформировано, называть, как хотите, латвийская нация или государственная нация, где там все независимости от этнической принадлежности культуры вовлечены в этот процесс и вот ударила вот эта пандемия. Это бы как-то вообще помогло, не знаю, решение проблем с той же вакцинацией или тут и другие аспекты надо учитывать, потому что когда вот были исследования там по поводу того, почему люди там не вакцинируются, там, конечно, был и языковой аспект, что там часть русскоязычных, мы знаем, что происходит, я так понимаю, совсем не чуждой вам латгалии, какой там, в принципе, ужас творится, апокалипсис с точки зрения заболеваемости. Это бы что-то поменяло, вот если бы общество было бы сплочено или мы чуть-чуть идеализируем ситуацию? Да, ну, видите, когда вы, так скажем, воспроизвели эту форму идеального общества, естественно, я, естественно, вспоминаю идеальное государство деревнегреческого философа Платона, например, и вот так скажем, идеальное государство, которое сформировано было, могу сказать, в таких вот фантазиях Томаса Мора, в государстве утопия, ну, что такое утопия, мы знаем, то есть вот если, так скажем, отвлечься от такой коннотации, я небольшой штрих, конечно, бы все-таки хотел бы здесь вести, все-таки, вот чтобы эту проблематику более так глубоко, более интересно обсуждать, конечно, ну, у нас в публичном пространстве вообще очень не хватает вот нормальных таких широких дискуссий между, ну, во-первых, представителями различных политических направлений и среди ученых, по крайней мере, что же такое вот вот такое вот нормальное, по крайней мере, не идеальное, а более-менее нормальное либеральное модель межэтнического согласия или межэтнической реальности может быть более, вот так скажем, глубоко, если вот этот аспект поднять. И что на самом-то деле люди ждут вообще от реальности этнополитической, этноэкономической реальности в Латвии, что ждут русские, что ждут этнические меньшинства и так далее. не существует ли слишком, ну так скажем, таких идеализированных таких ожиданий, которые, в общем-то, честно говоря, сродни вот среди построениями, что в свое время делал Платон или потом вот времена, так скажем, позднего Ренессанса Томас Морн, например. Так же мы, потом целый вот этот шлейф вот этих вот мыслителей, которые придерживались особенно в XIX веке, да и сейчас, мы видим вот такой вот социалистической или левой ориентации, да, вот что на самом-то деле, в общем-то, люди ждут от общества, да, и какая модель более устраивает. Так что вот здесь у нас просто, знаете, вот эти вот дискуссии, которые были бы публичные, которые бы выявались, например, в какие-нибудь круглые столы или совместные конференции, ну, честно говоря, я в Латвии давно не видел, я помню, газета «Дена» опубликовала в 90-е годы круглые столы по ритмической проблематике, но где выступали действительно представители как политические партии, ученые и, ну, известные, в общем-то, фигуры в Латвии, да, так что вот вот этот маленький штрих я хотел бы все-таки внести вот этому, потому что, на мой взгляд, и на радио, но, в общем-то, я практически не видел, в общем-то, вот таких вот, знаете, дискуссий между представителями, ну, хотя бы различных научных взглядов на то, на модель, которая вот, этнического пространства, которое в Латвии утверждается, и которое хотелось бы, чтобы это все утверждалось, да, а вот теперь, если возвращаясь к проблематике ковида, например, да, и вот этой ситуации, информационной ситуации, которая присутствует, да, вот напрямую, я, конечно, этот вопрос не задавал, но по другим наблюдениям, да, ну, вот видно, естественно, что, значит, все-таки я считаю, что вот эта вот пандемийная ситуация, она, конечно, включена в очень сложное пространство вот таких вот идеологических схем, а может быть, даже таких вот некоторых медийных технологий, и в том числе, ну, так скажем, коммуникационных технологий, которые представлены, которые представлены в лингвистическом пространстве, и в том числе пространстве, ну, так скажем, которые функционируют на русском языке. Это, кстати, касается не только Латвии. Вы можете зайти, допустим, в частности, на сайты, которые ориентированы на людей, проживающих в России, например, узкоязычное пространство. Ну, видно же, целые, так скажем, ресурсы, они, в общем-то, создавали такой контент и создают такой контент о вреде, например, вакцинации. И вот эти идеи, особенно о вреде вакцинации, я очень часто просто это вижу, они, прежде всего, поддерживаются теми силами, которые акцентируют такую, я бы сказал, левадскую такую, очень грубую, такую, знаете, псевдо-социалистическую проблематику. Я не хочу сейчас называть этих людей, они достаточно известны, они себя очень часто выдают за историков, таких очень видных политологов, они чуть не каждый день выпускают ролики. И там, действительно, вот в русскоязычном пространстве это видно. И, скорее всего, латвийские жители с русской идентичностью, конечно, в общем-то, ну, в какой-то степени, ну, по крайней мере, смотрят вот эти ролики, слушают вот эти вот, так скажем, выступления этих, ну, так скажем, людей. И эту информацию они, конечно, пикуют. Ну, то, что ясно, в принципе, интернет, в общем-то, представлен сейчас как сфера вот такой вот, ну, так скажем, борьбы, в том числе такой политической борьбы, именно имеющей целью, ну, вот, поддержку мер правительства, неважно, какого, допустим, латвийского правительства или российского правительства, именно мер правительства, которые, в общем-то, ну, ограничивают, по крайней мере, или борются с пандемией. Или, в общем-то, нужно вот, ну, так скажем, по максимуму акцентировать вот эту вот оппозиционность, так скажем, или даже врачебность по отношению к этим мерам. То есть это проявляется действительно. И, естественно, ну, так скажем, обычные пользователи информации, в общем-то, они так или иначе в это, так скажем, в это противостояние, они вовлекаются, да. То есть и их, и вот наше сознание, конечно, оно так или иначе воспроизводит основные вот эти вот, знаете, линии, которые сейчас не просто обнажились, а вот в политическом пространстве. Да, то есть, ну, я бы так это сказал. Так бы это оценил. Ну что ж, ну, будем надеяться, что у нас все-таки от этого размежевания начнется хоть какое-то сближение. Есть такая теория, что кризисы как-то помогают по-другому посмотреть друг на друга, на общество и так далее. Пока, конечно, этого не видно. Исходя из того, что вы сказали, тоже не выстраивается очень оптимистическая картинка. Ну, что делать? Так мы вот живем. Это, по крайней мере, реалистично. Спасибо большое декан Балтийской международной академии Владислав Волков был у нас на прямой связи посредством Зума. Большое спасибо.